Изобретение гидрокостюма трудно переоценить для водных видов спорта. Гидроодежда сделала возможным занятие кайтингом не только на Гавайях. Конечно, тепло бывает и в средней полосе, но это длится всего неделю. А холодно может быть и в Северной Африке, когда на воде без гидрокостюма будет не очень комфортно. Но вот только одевать полный гидрокостюм всегда достаточно неудобно. Конечно, короткие гидрокостюмы спасают от перегрева, но на берегу процесс одевания облегчают ненамного. Отличным выходом для катания в сильный ветер и в теплую погоду становится гидромайка с длинным рукавом. На мой взгляд, неопреновая майка должна быть в багаже у каждого кайтера. При необходимости ее можно использовать и для утепления вашего длинного гидрика. Но, конечно, главное предназначение этой майки – катание в сильный ветер. Даже если днем сильно палит солнце, утром и вечером на ветру может быть достаточно холодно. При выборе майки стоит учитывать некоторые особенности. Конечно, первое – это эластичность неопрена. Чем более эластичен материал, из которого изготовлена будет ваша майка, тем легче будет одеть и тем плотнее и ровнее сядет она по фигуре. Прорезиненное покрытие вашей майки будет быстрее высыхать на ветру и лучше сохранять тепло. Даже если толщина вашей майки незначительна, например, у моей это 2,2 мм, она совсем не мешает катанию и при этом, быстро высыхая на ветру, хорошо сохраняет тепло. Важно, чтобы ваша майка была с длинным рукавом и достаточно высоким воротником. Тогда она будет попутно надежно защищать вас от солнца. Даже если солнце не очень сильно греет, к вечеру она обеспечит вам заметный солнечный ожог. Для майки очень важно, чтобы она не задиралась на спине. Тогда не будет натирать ваша трапеция. Например, на моей майке от НП на спине имеется более жесткий участок, который имеет специальное покрытие, повышающее сцепление с трапецией. Он не только не задирается, но еще и приудерживает трапецию в правильном положении. На мой взгляд, это очень важно. Ну и, конечно, оставшее последнее время. Обязательным внутреннее покрытие с бамбуковым волокном, которое поддерживает в чистоте вашу майку, не давая размножаться вредной микрофлоре, что будет защищать ваше тело от раздражения. Если вы собираетесь кататься в теплые страны, то не поленитесь, возьмите с собой гидромайку. Много места она не займет и точно пригодится вам для катания на сильном ветру. А когда вы вернетесь домой, то сможете использовать гидромайку для утепления своего основного длинного гидрокостюма в холодную погоду.